теперь мы будем все это изображать в красках да что я делаю я переворачиваю лист и смачиваю его с этой стороны значит ну вот у меня арш 300 грамм поэтому я думаю что смачивать в принципе придется от пяти до десяти минут потому что мне надо чтобы он очень хорошо промок и стал очень мягенький значит я разбрызгиваю до воду старайтесь чтобы вода не заливалась на внешнюю сторону потому что мы будем приклеивать скотчем да и вот этой малярной кистью но опять же арш выдерживает все если у вас какая-то другая бумага может быть надо кисть помягче и вот несколько раз да как бы получается я смочила всю воду чтобы не было ни одного сухого сухого кусочка воду разгоняю скажем так втираю в лист вот и оставляю на некоторое время там буквально минуту на две потом подхожу к листу и еще раз это делу и так может быть три четыре раза нам надо чтобы листья промок стал очень послушный и мягкий когда мы его будем переворачивать он должен быть у нас как вот салфеточка такая да потому что мы его потом прижмем очень крепко как вакуум вакуум прижмется к листу и даст нам возможность спокойно рисовать достаточно долгое время бумагу не коробит бумага не идет в волнами она лежит очень ровненькая на нее очень приятно рисовать краска мягко ложится долго достаточно сохнет что нам дает возможность как бы делать какие-то заливки еще добавлять добавлять что-то то что нам где-то мы не дотянули вот поэтому надо чтобы листик очень хорошо промок то есть это дает нам дополнительное время для работы потому что когда когда идет волной например если описать воду где я делаю очень такие в общем-то достаточно много воды использую да лист начинают вести какими-то там этими пузырями и вода заливается не так как мне это надо а вот когда у нас листик мокрый лежит ровно то сколько бы я не вела воды на воду да он так и остается ровненьким и я могу делать то что то что я хочу так вот у меня уже несколько раз я промакивала лист смачивала вернее да и вот сейчас последний раз у меня уже минут десять он лежит вот тут главное терпение потому что если вы его не домочите как следует да то он будет все таки у вас ну не ровно лежать так меня вот сейчас я покажу в каком состоянии листик до находится то есть он становится такой вот мягенький вот он прям такой вот до сухой лист не будет вот так гнуться вот мы его аккуратно переворачиваем переворачиваем и что мы делаем мы вот берем тряпочку до хватит бумажный аккуратно прижимаем можно сделать это железо по и господи бумажными полотенцами лучше конечно тряпочкой потому что полотенец вам понадобится очень много для этого очень хорошо прижимаем чтобы не испортить как бы бумагу до для этого тряпочку берем так смотрим нету ли у нас где пузырей воздушных вот эти края надо хорошо промокнуть чтобы скотчем прикрепить так смотрим ровненько лежит у нас лист я думаю что да вполне вполне ровно теперь что мы делаем вот нужно еще по краю промокнуть как следует чтобы скотч у нас приклеился и тоже хорошо прикрепляем чтобы за него краска не затекала но если затечет под скотч краска в принципе ничего страшного потому что вы же все равно как-то работу вставляете в раму ну так просто чисто визуально более эстетично смотрится хотя в общем можно даже не прикреплять скотчем а вот так оставить лист и подмачивать с другой стороны где-то засыхает но тогда значит у вас будет в край уходить краска так и что мы делаем теперь вот мы прикрепили все аккуратненько мы начнем с неба вот у меня тут уже работа такая есть да вот такой у нас в общем такое облако необычное да как над храмом сейчас мы попытаемся повторить в принципе конечно вы можете взять из каких-нибудь других фотографий облака потому что конечно облака все время меняется но в данном случае мне как будто хочется сделать именно так что мы делаем а значит как мы начинаем писать небо я начинаю писать с облака причем значит у нас обратная сторона бумаги мокрая очень хорошо смочена с этой стороны она сухая мы берем побольше воды охру обычную охру желтую вот можно немножечко туда добавить добавить кобальта и розово-фиолетовую но в принципе можно просто просто взять охру сначала потом лучше на кисточке должно быть много воды и что мы делаем в общем широкими движениями где-то может быть у нас даже останутся не прокрасы ничего страшного наоборот краска красиво потом даже будет так оригинально заливаться да и вот можно широкой кистью взять да можно вот моей любимой то есть мы делаем как бы подмалевок вот это светлое до для облака и здесь у нас тоже единственное что сейчас вот возьмем давайте просто водой просто водой да постараемся обвести наши храмы чтобы их над не залить особенно там где белая да вот там где деревья ничего страшного у нас на деревья то есть главное что нам вот надо сохранить белая белая значит так ну вот у нас как бы да теперь что мы делаем мы берем ультрамарин и железоокусное железоокусное и ультрамарин это мое любимое сочетание он такой получается свет фиолетово-грязный ну такой вот ненавязчивый да вот и просто тоже опять же какими-то да там широкими движениями что называется как пойдет да пытаемся так пытаемся значит затемнить какие-то какие-то части облака то есть у нас свет падает с этой стороны поэтому вот эта часть значит облак у нас объемная да на него падает свет понятно что это очень все светлое набираем постепенно краски так ну может быть и темнее но может быть и светлей значит если мы хотим более темное просто мы берем гуще краску сейчас у меня достаточно много воды да поэтому она причем нам кажется уже она темная но она просядет она просядет можно даже немножечко кобальта взять он он дает грануляцию больше вот ну опять же мы не все закрашиваю да вот какие-то моменты можно широкой кистью это еще как бы шире будет так можно немножко залить все это то есть чтобы у нас растекалась более мягко да где-то чуть-чуть где-то нет наоборот может быть охру чуть-чуть добавить в эту грязь да и чтобы у нас какие-то более такие переходы были мягкие можно на какое-то время это оставить посмотреть как это все садится до чтобы потом еще вернуться к этому облаку вот наверное все таки вот здесь еще хочется чуть-чуть не забудьте что краска зальется главное чтобы нам оставить вот светлую часть потому что может так это самое так что мы теперь делаем теперь мы берем голубую с ультрамарином смешиваем да чем выше небо тем оно такое более темное ниже ниже все глубей и глубей как бы до такой более теплая становится тоже набираем на кисточку и писаем где-то мы соединяем с облаком где-то у нас остаются белые зазоры чтобы краска вот интересно как бы переливалась разливалась вернее можно даже чуть-чуть вот фиолетового сверху добавить мы такой ходят ниже голубей даже ниже можно вообще бирюзового немножко такого добавить разбавленным до чтоб еще теплее стало небо и светлее вот уже там совершенно внизу другое становится значит главное широкими движениями не бойтесь побольше воды берите чтобы это все разливалось как следует да вот и импровизируйте потому что ну вот интерес тут вы тут вы даете полную власть акварели понимаете тут принципе даже иногда вообще трудно контролировать но вот с этой стороны тоже мы вот где у нас остаются вот такие белые да вот белые как бы вкрапления очень интересно там потом краска так будет интересно заливаться тоже давайте немножечко добавим бирюзовый такой тепленький цвет вот с этой стороны у нас вот теневая сторона если вдруг залезем там главное в башню вот в эту белую часть не залезть если залезете чуть-чуть там там где теневая сторона ничего страшного так и смотрим да сверху можно где-то чё-то еще добавить пока это все не высохло до чтобы это все разливалось интересно чуть-чуть фиолетовую фиолетовую очень аккуратно очень яркая краска она прям перебиваю сразу все так так и вот здесь мне как-то хочется . яблочко садить немножко я думаю что наверное я положу пока лист чтобы не очень заливалось так наверное вот еще какую-то такую больше такой драматизм придадим чтобы оно прям вот так вот знаете как крылья ангела над 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 храмами да такая больше как бы и внутри кстати облако тоже может прозвечивать где-то кусочки неба так ага и значит смотрим давайте немножко еще темноты добавим само облако чуть-чуть где-то какие-то выделим значит ультрамарины с нашим железокислами железокислый тоже очень яркий поэтому так аккуратно имеете рядышком какой-нибудь листочек да на котором вы можете в принципе попробовать краску да вот это например очень синяя пробовала да она синяя значит мы немножко добавляем еще чуть-чуть железокислого чтобы нам попасть в тон да так вот это вот вот это вот вот это вот мы вот так стараемся какой-то ну не знаю я вот держу боковую сторону и и вот чтобы как бы шире пространство захватывать да можно вообще многие вот я видела как ну вот эта кисточка коза она немножко мягкая да вот ей тоже прям такими легкими движениями да как ты накладывается все все растекается главное все очень растекается хорошо и давайте вот здесь тоже еще у нас внизу тоже сделаем . она у нас тут залилась кстати если у вас что-то очень сильно заливается да вы можете вот например у меня вот зря я тут черканула здесь хочется тоже оставить светлой кисточкой можно немножко выбирать салфетками какие-то моменты если вы чувствуете что где-то там что-то лишнее заливать пока мокрое это все равно все будет опять заливаться единственное что вот я уже говорила да есть лучше даже еще ниже опуститься сам этот городок да с архитектуру чтобы был более эффектный вот этот разворот облака такого на как бы у нас я немножко задрала лучше опустить наверно еще здесь добавить такого все это видите да все это растекается пока все это мокрое таким образом здесь конечно очень сильно стекло здесь последнее чтобы ну причем сейчас рано будет затекать должно уже так чуть-чуть начать подсыхать тем не менее может быть даже еще чтобы еще большего объема придать не забываем сейчас и темное оно все равно будет светлее то облака чуть-чуть чтобы объема придать может быть еще даже где-то добавить темноты так ну пусть оно чтобы опять же чтобы оно лучше растолось да чтобы вниз как будто все пошло можно еще вот мы наклоняем да пусть это еще мягче раз плывется можно даже еще такой момент но наверное надо чуть-чуть подождать можно вообще чтобы как бы признать вот что называется я беру на руку немножко воду опускаю стряхиваю у меня на пальцах немножко воды и просто чуть-чуть грызнуть тоже какие-то такие интересные эффекты иногда получаются ну вот эти белые да вот эти белые как бы не про окрас это тоже такое дает ощущение каких-то там беленьких беленьких облаков так так пусть наверное главное это самое без фанатизма ну и ждем результат у нас пока у нас там все растекается да мы сейчас с вами приступим к травке мы возьмем просто начнем передний план пожалуйста только не перетемняйте облака да но не за не забываем чтобы чтобы что значит у нас по тону по тону деревья должны быть конечно плотнее облаков да поэтому старайтесь не перетемнять вот в то же время может быть даже лучше если они будут у вас посветлее чем потемнее да вот поэтому ну не забываем еще такой момент что когда краска высыхает они становятся светлее поэтому может быть даже сначала попробовать отдельно на каком-то но на простой бумажке просто пописать вот что называется расписаться пописать попробовать облака не сразу прям в бой да а вот отдельно попробовать какую-то архитектуру облака что называется да кому какое нравится вот это тоже такой момент может быть чтобы потому что есть какие-то вещи которые стоит но попрактиковаться стоит в каких-то вещах попрактиковать попрактиковаться так давайте значит но мы возьмем вообще очень просто мы возьмем просто оливковую для травы мы возьмем просто сначала оливковую хорошо тоже смоченная кисть набираем на кисть побольше краски чтобы нам не возвращаться каждый раз кюветку да полностью кисти погружаем убираем и поехали и